Эта история случилась зимой, незадолго до Рождества, с самым маленьким прихожанином нашего храма Мишей, у которого тяжело болел дедушка. Однажды я стала замечать, как после начала литургии малыш, постояв немного возле мамы, выходит на улицу и садится на церковные лавочки, деловито смотрит на часы, достает хлеб и начинает кормить дружную ватагу голубей. Сидящие рядом приходские бабушки стараются отвлечь малыша, помочь скоротать время ожидания матери, но он лишь отодвигается к краю лавочки и снова кормит голубей. И так до конца литургии, затем они с мамой уходят домой. Как-то раз я опоздала на литургию и, заехав в церковный двор, снова увидела Мишу, одиноко сидящего на краю скамейки. Малыш, видимо, тихонько молился, потому что его губки слегка шевелились. Увидев меня, малыш спросил, «Тетенька, хлебушка у вас нету ради Христа?» Сколько теплоты и веры было в его голосе! Хлеба, увы, у меня не было, но зато появился повод расспросить о том, почему он постоянно выходит из церкви и садится на лавочку. Миша сел рядом со мной и сказал, «До конца еще двадцать минут, а я не закончил». «Что не закончил, Мишенька?» «Да доброе дело», — вздохнул он. «Да о каком же деле ты говоришь? И какие двадцать минут?» — недоумевала я. «Литургия, боженьки! У меня уже хлебушка нет, а мне нужно!» — серьезно произнес мальчик, вскинув на меня свои голубые глазки. «Зачем тебе хлебушек?» «Кормлю голубков!» «Молодец! Это очень хорошо!» «Нет, не очень! Хлебушка не хватает!» «А почему ты это делаешь, Мишенька?» «У боженьки много дел, поэтому мало чудес!» «О каком же чуде ты молишься?» «Я молюсь и кормлю голубков, чтобы у боженьки было время вылечить моего дедушку!» Мои глаза увлажнились. Мне нечего было сказать этому маленькому воину Христову с такой большой верой в душе. Я спросила только, «А без этого, думаешь, боженька тебя не услышит?» «Не знаю. Он сказал, что если я верю, то должен работать. Я маленький еще, но голубков могу кормить и маме помыть чашки». Этот разговор с мальчиком я теперь всегда вспоминаю в предрождественские дни. Ведь самое настоящее чудо Рождества – то чудо, которое происходит в человеческом сердце. Источник журнал «Фома».